Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Моя дочь учится в третьем классе. Было много перемен режима обучения. То дистанционка, то штабный. Ненавидит делать уроки. Порой заказывает истерики. Потом всё равно успокаивается, приходится доделывать. Я не могу понять, что я делаю не так в её воспитании. Никогда не давал ей понять, что уроки можно не делать. Бывает и учителя жалуются, что она на уроках не пишет, много отвлекается. Она же свою вину никогда не признаёт, сваливает её на других детей, типа отвлекают. На усталость, на что угодно. Дома валит вину на соседей, которые шумят за стенкой, на птичек за окном. Постоянно орёт, что ненавидит уроки, особенно уравнение, и английский, и всё, короче. Но так она себя ведёт не каждый день. Иногда молча делает уроки без истерок. Но сегодня была сильная истерика. Я не знаю, в чём моё упущение и вина, почему она так относится к учёбе. Ей скоро ведь 10 лет. Я ей объяснял ободробно про необходимость учиться, что от учёбы зависит её будущее, что без образования никуда на работу не возьмут. Объяснение к невозможной шить. Подскажите, что я сделаю не так, а что мне сделать, чтобы она понимала необходимость учёбы и делала уроки без истерок. Ну, а вы знаете, я бы вот первое, что рекомендовал бы, да, это вам самой перечитать свой текст, потому что у меня складываются ощущения о пакуе, если честно, несколько двояк, двояков. С одной стороны. С одной стороны. Истерика – это потребность во внимании. То есть ребёнку здесь, ну, получается, не хватает внимания. От вас. И вопрос, который здесь возникает, это то, сколько времени вы проводите вместе. Просто. Без уроков, да, без каких-то дел, просто вот сколько времени вы проводите вместе. Это первое. На что хочется обратить ваше внимание. Второе. На что хочется обратить ваше внимание, это мотивация. Ваша. Не обижайтесь, но ваша мотивация выглядит, ну, совершенно ужасно. Вот. В том смысле, что ребёнок должен учиться, чтобы у неё были деньги наштушить. В этом возрасте ребёнок не способен понять такие вещи. Это дела далёкого будущего для неё. Замотивировать её учиться вы можете только через интерес. И вот тут важный момент. мне кажется, что вы сами не особо много так скажем, размечаете своего собственного интереса в жизни. то есть вы производите впечатление человека, который много чего в жизни делает, потому что так надо. Это безусловно неплохо, но помимо этого. Ещё необходим опыт в том числе в том числе деятельности по интересу. опыт увлечённости необходим опыт. В том числе и для вашего ребёнка. понимаете, да? Понимаете, да? Вот такая история. и отсюда получается, что ребёнок испытывает чуть ли не постоянное давление на себя с вашей стороны. Не понимает, зачем нужно учиться, потому что та мотивация, о которой вы ей говорите, она её не впечатляет от слова совсем. и это нормально. И плюс ко всему, на мой взгляд, как я уже сказал, у меня есть чувство, что вы не общаетесь с ней как-то вот ни о чём а просто так. Я здесь, конечно, могу быть не прав, я могу ошибаться. я не претендую на истину. Но такое у меня чувство. Девочка не хочет себя заставлять, как это делаете красивый и бунтует. Конечно, конечно, это не единственное большую роль играет и в принципе атмосфера вам семья. Ну, вашей семьи. То есть насколько вы счастливы, насколько вы увлечены. если девочка видит, что вы живёте ну, вот так, как вы говорите, да, и при этом не сказать, что вы счастливы, естественно, она не будет хотеть так делать. Кроме того, вы проявляете здесь невнимательность к желаниям и чувствам ребёнка. То есть не хочет делать уроки. Хорошо. А чего ты хочешь сейчас? Вы не интересуетесь её. Но при этом подумайте о том, что бы было, если бы она спокойно делала уроки. Ну, в смысле, вот как происходит ваше проведение времени, когда она делает спокойно уроки? Какие эмоции она испытывает? уверен, что эмоции куда менее яркие? эмоции воспринимаете то, что она делает уроки, как сама собой разумеется. а важно понимать, что для неё это не так. Для неё это не само собой разумеется, как для вас. понимаете, да? таким образом она получает более яркие эмоции, более яркие чувства, впечатления и так далее. Дальше. Скажу честно, что то, о чём сейчас пойдёт речь, многие родители не любят. Эта тема достаточно трудно воспринимается. Но конечно это ни в коем случае не означает, что об этом не нужно говорить. Это вопрос личной ответственности. Вы сами говорите, что вашему ребёнку почти 10 лет. Значит, за учёбу она своё должна отвечать сама, как и за уроки, а вы не должны отвечать за неё. Самое такое распространённое возражение здесь это то, что учителя обращаются ко мне и жалуются на неё мне. Вот именно. Почему учителя говорят с вами? Это ответственность вашей дочери. Вот пусть с ней говорят и пусть она сама разгребает проблемы связанные с её нежеланием или напротив желанием учиться. Понимаете, вы воспитываете таким образом у ребёнка ощущение полной защищённости, что она знает, что она может не делать уроки, потому что вы на неё давите, потому что вы её заставляете. Она знает, что уроки мощный делал. И у неё есть ощущение, что все проблемы так или иначе за неё решат. вы хотите, чтобы у ребёнка была ответственность, вы хотите, чтобы ребёнок делал сам то, что нужно. Но даёте ли вы ей эту возможность? Ведь ответственности можно научиться только непосредственно сталкиваясь с ней. Понимаете? Сёмь штук. А вы сталкиваетесь своего ребёнка с ответственностью? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, не сталкиваетесь. Вот отсюда и возникают эти проблемы. Понятно, что дело здесь не только в этом. Подобные истерики, истерики довольно сильные. Действительно имеет смысл обсудить, с врачом, неврологом, клиническим психологом, может быть. Это правда. Сделать так действительно необходимо. Но важно, очень важно, чтобы вы создавали строй, чтобы вы выстраивали хорошие, качественные отношения ребенка. своим ребенком. Если вы этого не делаете, а у меня есть такое ощущение, что вы этого не делаете, у меня есть ощущение, что вы просто требуете от ребенка того, чтобы она делала то, что нужно, нечем, то, конечно, будет проблема. Вот. Потому что ребенок это не робот. Если где-то его не слышат, то она будет стараться привлечь себя внимательно. Это нормально. Если вы, если вы, вот, лично вы не счастливы, то почему ребенок должен, ну, условно говоря, вас слушаться. Поэтому в первую очередь вам конечно желательно здесь разобраться в своих трудностях и начать транслировать своей дочери более конструктивное, более значимое и самое главное понятное для нее идеи. Говорить на ее языке. и когда я затрагивал тему ответственности, я забыл упомянуть важный момент, что человек может не соответствовать вашим ангебаном. Это нормально. Человек может справляться с задачей не так, как вы хотите. а так как может и хочет он. И вам необходимо учиться принимать ребенка. В таких случаях тоже. Следующий важный момент. Как вы реагируете на ее истерики? реагируете просто 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 как вы реагируете? Это важно потому что от вашей именно ваша реакция выступает своего рода подтверждением подкреплением 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 к сожалению подкреплением негативным для действий вашей дочери. Как вы реагируете? Вы злитесь, вам ее становится жалко. Может быть вы начинаете как-то за бояться бояться а может быть есть что-то еще. Очень важно поиследовать ваши реакции и научиться их выражать. вот за позицию которую вы озвучили что ну что деньги нужны чтобы жить без образования не возьмут на работу и так далее. эта позиция как будто бы у вас из тревожности некоторой. И позиция для современных молодых людей современных детей неподходящая. потому что в современном мире деньги можно зарабатывать и без образования. Ваш ребенок вряд ли живет в изолированном мире. Она видит блогеров она видит всех кто сейчас зарабатывает в интернете и прекрасно знает что не нужно для этого образования. Понимаете? поэтому ваша позиция здесь она конфликтует. Девочка может и не хочет денег вообще но при этом очень четко чувствует как ее интересы не учитываются. Понимаете? Да? вот вот такой ответ я мог бы вам сейчас предложить. Я думаю что вам будет возможно нелегко принять то о чем я говорю и возможно вам захочется возразить может быть даже вы будете категорично с этим не согласны. Но моя цель не в том чтобы вы соглашались. а цель ответить на ваш вопрос с точки зрения именно психологии. Что я и сделал. Ваша задача понять шпион проблема ребенка это отражение ваших трудностей именно так именно так. То есть буквально буквально если у ребенка возникают проблемы это отражение проблематики его родителям его родителям и начинать нужно с себя. Дело в том, что как бы вы ведь уже наверное понимаете что не просто так ваша дочь постоянно перекладывает вину вы ищите виноватых вы даже в контексте себя говорите в чем моя вина. То есть выглядит это примерно следующим образом. Если что-то идет не так как я считаю правильным в этом кто-то вина согласитесь позиция весьма категорична она не учитывает различные факторы нюансы особенностей личности например ну особенности личности вот например ребенка понимаете да поэтому эти особенности И если вы их не привыкли учитывать, ну, вам необходимо привыкать принимать их во внимание. То есть, как видите, предстоит довольно серьезная работа над собой. Дальше. Что с папой? То есть, папа у девочки есть? Если семья не полная у вас, или просто, ну, есть какие-то... ну, так скажем, проблемы, трудности в семье, это может отразиться на девочке. Потому что развод, расставание, конфликты, я имею ввиду в семье, довольно негативно. Сказывается на психике ребенка. Это, таким образом, тоже необходимо учитывать. Непонятно только, учитываете ли вы это. На этом все. Буду благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok